Хотим работать. Владельцы рынка Енисейский привоз на улице Шахтеров выступили против изменения схемы движения большегрузов в Красноярске. Напомню, она начнет действовать уже в эту субботу, 19 декабря. По новым правилам, машины тяжелее 8 тонн не смогут ездить по улицам Караульной, Обытаевской и Шахтеров. Как раз по этим магистралям грузовики сейчас доставляют товар на Енисейский рынок. Предприниматели объясняют, если большегрузом все-таки закроют проезд, им придется привлекать дополнительный транспорт для движения по городу, а это расходы, которые непременно отразятся на цене. Более того, из-за дополнительных финансовых трат многие вовсе рискуют лишиться работы. Чтобы не допустить такого исхода, бизнесмены обратились к местным властям с просьбой еще раз пересмотреть схему. Также они написали письмо в администрацию президента. Перед Новым годом мы можем получить сюрприз по повышению цен на все практические продукты. У людей заподписаны контракты, по которым идут уже машины и которые не смогут к нам подъехать. Это большие потери у людей, финансовые потери у людей. Это потери рабочих мест, потому что какие-то арендаторы могут в конце концов и разориться. Против изменения схемы движения большегрузов выступают и многие покупатели. Люди боятся, что из-за нововведений цены действительно поползут вверх. И тогда красноярцам придется искать новые, более доступные места для покупок. Не хотелось бы. Мы из Девногорска сюда приезжаем за продуктами. Если они будут дороже, мы уже ездить не будем сюда. Я вообще за то, чтобы рынок был и все, чтобы лучшее условие создавались. Потому что это выгодно для всех. Ну, значит, тогда против того, чтобы такие условия создавались. Ну, в смысле, неудобные. Между тем, в администрации Красноярска стоят на своем. Схема принята. И в субботу большегрузы поедут по новым маршрутам. Чиновники говорят, по такому же принципу фуры ездят во многих крупных городах России. Существуют на въездах в город логистические центры крупные, где огромную фуру можно разгрузить в более мелкие грузовые машины и, соответственно, привезти весь товар, который нужен в оптовые и розничные центры. Точно по этой же схеме предлагается действовать предпринимателям, в том числе и на этих рынках. Поэтому, безусловно, там бизнесу особо ничего не угрожает. Просто нужно немного перестроить свою работу.